В правительстве региона прошло заседание оперативного штаба по санитарно-эпидемиологической ситуации. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Но в целом ситуация по COVID-19 оценивается как относительно стабильная. В сутки регистрируется 40-50 заболевших. В большинстве случаев болезнь протекает не так тяжело, как в первые годы пандемии. За последние несколько месяцев в Хабаровском крае не было зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19. Также отмечается и небольшой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в сравнении с тремя первыми неделями января. Ситуацию по ОРВИ и гриппу пока нельзя назвать благополучной. Эпидемиологический порог превышен на 8%. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируются среди детей. Доля гриппа среди всех случаев заболевания составляет 0,3%. Сейчас грипп А и грипп Б циркулируют в равных долях. По всей видимости, произойдет замена гриппа А на грипп Б. Не исключен подъем заболеваемости в марте этого года, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. Отдельно на заседании оперативного штаба обсудили вопрос по заболеваемости в стране корью. В декабря 2022 года по январь 2023 в шести регионах страны – Новосибирской, Самарской, Волгоградской областях, Республике Дагестан и Алтайском крае – было зарегистрировано более 150 случаев заболевания корью среди непривитых людей, преимущественно прибывших из стран ближнего зарубежья. Российской Федерации эпидемия кори не грозит. Уровень иммунизации населения в целом по стране остается высоким. Но для эпидблагополучия необходима так называемая «почищающая иммунизация». Это вакцинация непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. Таким образом, эпидемиологи рассчитывают укрепить коллективный иммунитет против кори, чтобы сдержать распространение инфекции. «В ближайшее время выйдет проект постановления главного санитарного врача Российской Федерации о проведении подчищающей иммунизации на территории Российской Федерации. Прошу региональный Минздрав проработать вопрос в отношении дополнительных поставок вакцины против кори. Необходимо обеспечить готовность к проведению подчищающей иммунизации», – заявил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. Отметим, что кори – высококонтагиозное остроинфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна. 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться.